Всем привет! Сегодня покажу рецепт питательного натурального крема, использование которого особо уместно в зимнее время года. Давайте приступим к приготовлению. Что нам понадобится? Масло ши, масло кокоса, масло виноградных косточек. Также нам понадобится миксер с такой насадкой. Нужно отмерить примерно 20 грамм масла ши. Это где-то 1 столовая ложка. 5 грамм масла кокоса, это примерно 1 чайная ложка. И 5 грамм масла виноградных косточек. Получится 30 грамм крема. Теперь масла нужно нагреть, но сильно их не перегревая. Масла я растопила на водяной бане. Сильно не перегревайте, масло быстро начинает плавиться. Далее взбиваю миксером на медленной скорости. Как только масло посветлело, на 5 минут откладываю его в сторону. И через 5 минут продолжу взбивать. Возьмите посуду поглубже, в чем вы будете взбивать. Так как масло будет разбрызгивать при взбивании. Посмотрите, крем слегка посветлел. Все, оставляю его на 5 минут. Через 5 минут продолжу взбивать. 5 минут прошло. Продолжаю взбивать до устойчивой белой пышной массы. Посмотрите, какой крем получился. Я, правда, мало сделала себе на один раз. Там его грамм 30, это даже, наверное, меньше получилось. Но мне этого будет достаточно. Взбивайте поэтапно. 1-2 минуты я взбивала. И 1-2 минуты в холодильник. То есть, когда крем теплый, он так хорошо не взобьется до такой пышной консистенции. По желанию, добавьте в крем эфирное масло. Можно лаванду или ваниль. На ваш вкус и цвет. Я, например, добавила эфирное масло чайного дерева. Вот такой крем получился. Вот такая густая консистенция. Он очень жирный, питательный. Его хватает надолго. Крем идеально подходит для сухой кожи рук. Для смягчения кончиков волос. В качестве маски. Крем мягко питает и смягчает сухие участки. Например, как локти, стопы, руки. Заживляет. Обладает положительными свойствами. Для лица этот крем можно использовать, но частично в качестве масок. То есть, добавлять в маски или применять на те участки лица, где есть шелушение и сухость. Как крем для лица я бы не рекомендовала. А для тела, для рук подойдет идеально. Как применять крем для кончиков волос. Перед мытьем смазывать кончики кремом небольшим количеством. Кончики волос восстанавливаются, становятся более здоровыми, неломкими и живыми. Как этот крем использовать в масках. Я подготовила сразу три маски для разного типа кожи. Для комбинированной жирной и сухой кожи. Маска с бананом, это для комбинированной кожи. Треть банана смешивается с кремом и ложечкой меда. Полученное средство наносить не более чем на 20 минут, один-два раза в неделю. Для жирной кожи крем смешать с чайной ложкой глины, белой глины. Добавить каплю масла чайного дерева и смешать с кремом. Полученную смесь нанести на 15-20 минут, затем смыть теплой водой. И для сухой кожи смешайте чайную ложечку какао-порошка с чайной ложкой пчелиного воска. Для удобства пчелиный воск можно потереть на мелкой терке и слегка растопить, чтобы это все легко можно было перемешать. И добавьте немного крема. Нанесите такую масочку на 15-20 минут, затем смойте теплой водой. Маски применяйте в зависимости от типа кожи один-два раза в неделю в течение месяца. Затем сделайте перерыв на два месяца. Чистое масло для лица кожи как замена ежедневному крему не подходит. Так что этот крем для лица, для ежедневного ухода, повторюсь еще раз, не подходит. Всем спасибо за просмотр. Поделитесь этим видео с друзьями. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok